здравствуйте друзья хочу сказать что иногда я получаю такие письма подробные детальные искренние и объемные такие знаете и там какая-то целая история это эти письма каждое как художественное произведение настолько сильные эмоциональные язык хороший бывает зачастую люди пишут просто невероятным литературным языком крик красивейшим и вот я как-то все время жалуюсь что мне сложно отвечать на длинный вопрос потому что ну я не могу его прочесть вот так на ходу займет время все мои поездки можно сказать до работы поэтому я или тогда уж когда куда-то откладываю в долгий ящик или как-то переформулирую там в двух словах но я при этом теряю львиную долю вообще содержание этого вопроса не может быть не столько эмоционально смыслового сколько эмоционально и вот друзья на помощь нашему каналу пришла наука и техника то есть появился софтвор который не просто текст превращает в речь такую звуковую такую речь а делает это довольно классно причем там можно выбирать голоса мужское мужские женские там и так далее светлана у меня там для своих целей она просто книжки текстовые превращает в аудиофайл и слушает его в машине и у нее там есть мужской голосе женский и я подумал что мы эти письма особенно те которые нормальным языком написаны таким что техника справится то знаете как вот бывает живой человек глазом там сообразит а техника уже начнет может быть глючит так вот что такие письма можно было бы пропускать через этот софтвор и соответственно зачитывать на канале у нас поэтому какое-то облегчение идет и я вспомнил знаете что у меня такие ассоциации песенные вот у высотского было песенка про татуировку как значит они там с товарищем любили одну девушку и так как-то безответно и один из них значит сделал татуировку этой девушки вся на груди и второй значит он иногда приходил то значит смотреть на эту татуировку и вот у него была проблема что татуировка была только у друга значит и надо было каждый раз к нему ходить и вот он значит и там дальше идут такие слова но однажды мой приятель друг хороший он беду мою искусством поборол он скопировал тебя с груди у лёши и на грудь мою твой профиль наколол эти так что вот у нас друг хорошие виде светланы не искусством поборол а можно сказать научно-техническими достижениями и мы вот так и будем делать я еще вот что хочу сказать на самом деле и иногда у меня какое-то ощущение вот когда прочту письмо каком какого-то знаете бессилия и я не знаю что сказать и я не знаю что сделать и я не вижу где же выход и я я не я чувствую себя совершенно беспомощным потому что бывают такие ситуации знаете где относительно понятно что сказать то есть человек должен выйти за рамки себя самого и это на самом деле это все можно сделать ну то есть если ты понимаешь что это нужно это то к чему ты стремишься и так далее дальше так только вопрос как это уже просто а бывают ситуации когда вообще не видно не видно как вот заблокировано решение то есть вот скажем пойти этим путем не получается тут вот там скажем мама в эти больная значит а там допустим жениться дома это мне некуда жену привести да и вот и все завязано и все вот так вот закручено и и прямо я не знаю чего и делать и значит я подумал что обладая такими техническими возможностями мы мы вот что сделаем я просто буду какие-то письма новую рубрику мы заведем не знаю как назвать там крик души или там может быть там помощь клуба и просто вот письмо письмо как таковое я бы его тогда записывал и без всяких комментариев без ничего просто бы вывешивал с каким-то видео рядом чтоб там не скучно был вот и и дальше уже вы коллективно ну и я тоже как бы на на общих основаниях там в комментариях может быть какая-то бы дискуссия завязалась и у человека какое-то облегчение ситуации произошло тут вот девушка одна написала я сделаю письмо в таком формате тоже письмо замечательно потрясающе совершенно и я надо в конце говорит что я там я понимаю что вы ничего сделать толком не можете но просто спасибо что там будут есть возможность вы говорится то есть на самом деле какая-то такая психотерапия происходит вот это выговаривание мне это знаете еще что напоминает мы когда уже в америке жили там может быть несколько лет и а дочь у меня приехал я была почти 11 а когда я была лет 13 или 14 у нее вдруг проснулся интерес к русской литературе и ну вот как бы до после отхода такого в американскую значит вдруг она захотела что-то почитать а я как раз тогда купил вот как было собрание такой всемирной литературы такой издавалась там когда-то в ссср вот есть такое же на английском языке и там не помню 60 томов я как раз прикупил имея ввиду что вот может быть она почитает или там я тоже ну и вот этот момент она подумала что она очень почитает русскую литературу но по-английски и я и посоветовал взять чехова дядю ваню после чего уже у ребенка который на американской почве как бы произрастал у нее ну очень негативный такой был она чуть не плакала там и она говорит зачем вот зачем человек такие вещи пишет что вот уже хочется плакать и жить не хочется и вот вот такая тоска и безысходность там и и вообще кошмар какой-то то время как вокруг столько всего радужного там солнечного позитивного и так далее и видимо эта традиция такая то ли литературы то ли значит земли но во всяком случае вот я иногда чувствую себя таким значит подростком которого огорчил чехов своим дядей вани то есть вот я читаю эти письма и думаю боже уже жить не хочется ничего не хочется и чего делать я не знаю вот поэтому я вам рассказываю просто что происходит и я думаю что наверно всегда есть чего делать то есть всегда есть какой-то выход всегда можно на что-то переключиться но просто когда до кучи собирается знаете вот и со всех сторон вот так обложек и и уже прямо совсем плохо все так что вот это на самом деле просто анонсмент того что у нас появится новая такая рубрика в которой будут просто письма можно сказать а чё бы тогда тебе не взять письмо и просто не прочитать своим голосом но я не знаю это надо подумать конечно на эту тему но не знаю да кстати там когда этот голос механический ну капец он не совсем механический человеческий то есть они как-то там софта состоит как бы из двух частей одна часть текстовый файл превращает в какую-то ну я не знаю в нечто вот а потом это нечто пропускается уже через человеческий голос то есть вы можете один и тот же текст на как бы переформатированный под голос разными голосами его значит зачитывать так вот получается такая история что иногда там с ударениями какие-то маленькие отклонения могут быть вот я помню какое письмо так для пробы попытался и там он вместо партнов нергет портнов на английский как бы манер кстати сказать английские да это это софт в американские на самом деле там есть русские какие-то варианты но в основном это американские software там колоссальное разнообразие голосов именно вот такой для английского прочтения так что я хочу сказать исключительно хорошо произносит вот если вы допустим там какую книжечку возьмете и вот то есть такой софт вор пропустите на английском бесподобно просто бесподобно это я думаю что очень неплохой такой прием для изучения скажем английского языка то есть вот у вас текст да вы можете у глазами читать и можете его как с субтитрами до своего рода и одновременно слушать произношение замечательное совершенно замечательно так что к слову в общем попробуем посмотрим как пойдет счастливо